Норма высева соя пруденс, норма высева 100 тысяч, между ряде 50 сантиметров. Здесь она как раз видна, что здесь 100 тысяч. Я, конечно, пытался рядок этот сформировать, как-то удержать, чтобы не было таких вот проплешин. Но не все получается. Здесь все же сеять сою с меньшей нормой, зерновой сеялкой, не всегда. Можно сформировать, ну как бы, удержать равномерность посева. Что у нас, как у нас вообще ведет соя себя? Ну, естественно, формирует боковые побеги, цветут, цветет, цветет. И я смотрю, и в среднем ярусе, и верхние ярусы, нижние боковые стебли цветут. Есть растения, которые уже сформировали бобы в нижнем, среднем и верхнем, там где-то отцветают. Но в целом продолжается цветение. Здесь я вижу, что вегетация будет более длительная, чем там, где посев с более высокой нормой высева. В целом я смотрю там по тем же листьям. Листья здесь намного шире. Сои по питанию здесь хватает. То есть вот, например, такие листочки по болезням. В целом болезней таких я не вижу. Посев продувается. Ну, так в целом неплохо все. Здесь можно даже увидеть вот этот вот контраст. Соя с нормой высева 100 тысяч и соя с нормой высева 400 тысяч. С междурядием 50 сантиметров. Понятно, здесь она себя чувствует более свободно. В то же время она так визуально как будто бы ниже. Здесь она в напряжении. В то же время она выше тянется. Посмотрим, какие будут результаты. Позже. Но в целом мне и вариант и со 100 тысячами нравится. И вариант, конечно же, там где 400 тысяч тоже мне приятен. На данный момент. Потому что он выше. Он более такой стабильный в рядке. Он просматривается. Не прерывается. Это вот как раз такие вот вещи нравятся в сои. То, что в целом соя может конкурировать. Но, конечно, если 100 тысяч посеять с сейлкой точного высева, здесь тоже будет другой эффект. Но к этому, конечно, нужно стремиться. Стремиться к точности. Стремиться к равномерности. И будет, конечно же, все отлично. Так что вот так. Привет от Сое. Watch this daily. bc.